Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Вы знаете, последний вопрос в личку был такой. Вы часто показываете, что вы бегаете по берегу моря, а ведь сейчас зима. Как это отражается на вашем здоровье? Я сразу хочу вам сказать, что именно по берегу моря я бегаю выходные. Либо по лесу. А так у меня есть тренажер. Если очень плохая погода, то я бегаю на треке, на дорожке, беговой дорожке. Я ее как-то показывала, и когда я ее даже купила, я подробно все показала. Там у меня видео есть. А вообще, если отвечать на этот вопрос более открыто и опираясь на исследования врачей, то я бы ответила вам так, если вам действительно это очень интересно, а не с другой точки вы спросили. Не уколоть, а действительно поинтересоваться. Зимой люди могут уменьшить свои упражнения на свежем воздухе. Это понятно. Дни темнеют раньше, и может быть очень холодно. Эти условия, конечно, могут затруднить некоторые из нас, чтобы выйти на улицу для упражнений. Вообще сложно даже захотеть. Но, тем не менее, холодные дни могут быть идеальными для тренировок на свежем воздухе. Тренировки в холодную погоду, они имеют как минимум три важные преимущества для здоровья. Я вам скажу, какие. Первое, это тело работает тяжелее в холодную погоду. Эксперты в области здравоохранения из Медицинского университета Южной Каролины говорят, что тело должно выделять дополнительную энергию, чтобы согреваться при низких температурах. Это означает, что организм сжигает больше калорий и жиров. Ваши легкие также могут работать лучше в холодную погоду. И исследователи из Университета Северной Аризоны во Флагстаффе, они нашли интересные результаты в исследовании КОС. Да. Значит, очень интересные результаты. Очень интересные исследования. Ученые смотрели на то, как холодная погода влияет на КОС. Они обнаружили, что в течение трех самых холодных месяцев сидячие, но подвергшиеся воздействию холода козы, они испытывали максимальное увеличение потребления кислорода на 34% и скорость бега на 29%. Когда температура весной увеличивалась, потребление кислорода, так и скорость движения козы уменьшилась. То есть зимой больше была скорость. Вот такие исследования доказали это. Второе. Второе – это регулярные занятия в холодную погоду. Они могут помочь иммунной системе. Это уже доказано. Доказано врачами. Зимой холодный сезон и, конечно же, сезон гриппа. Для кого-то гриппа, для кого-то нет. Для кого-то просто смешно даже это название. Делая упражнения на открытом воздухе, обычной частью вашей тренировки, вы можете избежать простуды и гриппа. Это может укрепить защитную систему вашего тела. Вот фонд медицинского образования и исследований МАЮ, этот фонд обнаружил, что зимние тренировки могут снизить риск заболевания гриппом на 20 или даже 30%. Представляете? И такой третий пункт, хотелось бы сказать. Смотрите, упражнения на улице в холодную погоду, они могут помочь вашему психическому здоровью. Вот у нас некоторые девочки, наши интернет-сестренки, уже, скажем так, почти регулярно бегают на стадионе. Ну, кто может на стадионе, кто может в парке. Я люблю вот здесь, ниже у нас, Приднепровский парк. Я там люблю бегать, либо на берегу моря, либо в лесу. Ну, у кого как и где получается. Так вот, психическое здоровье восстанавливается. Вот что доказали исследования медиков. Некоторым людям, которые страдают от зимнего, так сказать, назовём это блюза, да, потому что не хочу это слово называть депрессией. Депрессия – это лень. Элементарная лень. Ведь быстро темнеет. Люди вот эти привязаны, я не знаю, к интернету, к телевизору, малоподвижны, они себя ограничивают, я не знаю, в каких-то мероприятиях. Всё это влияет на них. А если сбросить с себя вот это вот сидение в берлоге, вот этот зимний блюз, то и психическое состояние улучшится. Итак, есть люди, есть, которые страдают от сезонного, аффективного, скажем так, расстройства. Вот всё-таки может быть лучше полезно, даже было бы очень полезно выйти на улицу, чтобы заняться спортом на свежем воздухе и солнце. Тренировка на открытом воздухе увеличивает воздействие солнечного света. Солнечный свет, вот витамин D, вот именно он помогает организму вырабатывать вот этот вот витамин D. А витамин D, он вырабатывает гормоны, которые улучшают ваше настроение. Вот сейчас вы видите белую-белую комнату, да, и много людей сидят, и доктор вот к ним подходит. Вы скажете, что это такое? А вот то, что уже доказано многими исследовательскими, медицинскими институтами. Жаль, жаль, очень жаль, что в странах бывшего Советского Союза ничего не делается для того, чтобы исследовать всякого рода заболевания. Жаль, что у нас выезжают на чужих открытиях. Жаль, что люди деградировали совсем и замкнулись на зомбировании, на политике, на всякой гнусности. А вот в Швеции, вы сейчас видите Швецию, где отсутствие зимнего солнечного света может усугубить депрессию, вот врачи это сильно волновало. И что они сделали? Они вот такие приемные стали делать, где клиенты, одетые в белые халаты, принимают искусственный солнечный свет на стокгольмской иглолюске. Так называется это. Стокгольмская иглолюска. Вот посмотрите, сверху идет солнечный свет. И вот они сидят и получают солнечный свет. Так что, дорогие мои, подумайте, стоит бегать или нет? Конечно, когда очень сильный мороз, это может быть и опасно. Там, например, обморожение. Но зачем в сильный мороз выходить? Такой мороз, как у нас, минус один, минус два, извините, это одно удовольствие бегать. Ну а когда минус двадцать, ясно, триста раз подумайте. Обморожение – это не совсем хорошее удовольствие. Эдвард Уорт, врач в медицинском центре университета Раш, он объясняет, как происходит обморожение. Когда температура воздуха опускается ниже нуля, особенно из-за холода от ветра, вещи замерзают. И это включает в себя жидкости, которые находятся внутри ваших пальцев. Пальцев рук, носа, ушей, всё, что подвергается воздействию этого холода, всё это может пострадать от обморожения. Защита ваших пальцев, ног, ушей и носа очень важна. Холодные ветры, они воздействуют именно на эти части тела, быстрее, чем на другие части. Поэтому, наверное, нужно надеть перчатки, если сильный мороз, и укутать носик и лицо. Ну, а лучше в сильный мороз не бегать. Минус 2, минус 1, это вы не получите никакого обморожения. Это нормально. Почаще выходите, даже не обязательно бегать на прогулку, для того, чтобы... Но прогулка должна быть не менее 4 километров. Вот такая прогулочка. Ну, или, ладно, в зимние, когда сильная зима, так прям сильно холодно. Ну, километр 2, 30 минут, ну, 40 минут пройдите, особенно, когда зимнее солнышко. Так что, прежде чем бегать, конечно, посмотрите прогноз погоды, чтобы температура была не ниже минус 2, минус 5, не нужно совершенно, обморожения нам не нужны. Ну, а если такая плюс-минус, то нормально, минус 5, я имею в виду, от нуля до минус 5, ниже не нужно. Выше можно, даже нужно бегать. А ниже, конечно, нежелательно. Очень хорошо было бы скооперироваться. Втроем, вчетвером бегать вообще замечательно. Или просто выйти на зарядочку, слегка позаниматься. Только нужно правильно одеваться. Какие-то буквально 10-15 дней регулярных тренировок, и вы не узнаете себя. Вы не узнаете свое психическое состояние. Вы абсолютно поменяетесь. Ну, а я люблю вас. Будьте благословены вы и ваши близкие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok